Ребята-привет, я сегодня решила заснять тег. Слишком много информации обо мне. Каждый уже это снимал. Почему мне не попробовать? Первый вопрос. Что на меня одето? Рома! Ладно. Что на меня одето? Свитшот. Классненький. И домашние штанцы. Я тут сижу вся в подушках, потому что так уютненько. И дома так прохладно. Блин, особенно я живу на балконе. Да, я живу на балконе. И у меня есть еще хладрыга ужасная. Поэтому приходится утепляться. Дальше. Была ли ты влюблена? Скорее, да, чем нет. Рома! Падла. Мы с вами после времена начали кота назвать падлой. И вообще, любой плохой человек или животное у нас падла. Вообще, что за слово такое падла? Падла. Падла. Ладно. Дальше. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? Вообще, априори, расставание это не так уж и здорово. Это как-то грустно. Не сказать, что было ужасно, но печально. Ужасного не было. Мой рост. Уже года два, наверное, как 162 сантиметра. Надеюсь, я хотя бы на сантиметр выросла. Хотя вряд ли. Твой вес. На весы вставать не особо охота, потому что я наела много-много-много-много. КГ. Страшненько. Чуть-чуть. Где-то 48-49. Нормально. Есть ли татуировки? Нет. Пирсинг? Нет. Нет. Ну, только вот хрящ поколот, это, наверное, считается как пирсинг все-таки, да. Только ухо. Любимая группа? Ох. Вообще, их много. Но если говорить именно о тех группах, которые я могу заслушиваться просто вообще целый альбом без остановки, ни переключая, ни одной песни, то, наверное, Enter Shikari, Prodigy и Pendulum. Это была любимая группа. Любимый сериал? Любимый сериал у меня. Последний сериал, который я смотрела, по-моему, это был Breaking Bad. Его мне очень понравилось. Сколько тебе лет? Бека. 18. Бека. Родилась 11 января. Почему я зависла? Год на зодиака. Я козерог. Скажу больше. Я козерог, который родился в год быка. Я упрямая. Да. Черты характера. Карактеры. Черты характера, которые ты ищешь в людях. Жизнерадостность. Если это черта характера. Я не знаю. Ты думаешь, что это не черта характера? Все? Пока он молчит. Черты характера, которые я ищу в людях. Искренность, жизнерадостность и исполнительность. Наверное, так. Любимый актер. Брэнли Купер, потому что область тьмы. Фиджетман, потому что росомаха. И Райан Госсинг, потому что красавчик. Любимый цвет. Еееее. Это очень тяжелый вопрос. Это самый тяжелый вопрос, по-моему, который можно задать мне. Вся палитра. Радуги. Все цвета вообще мои любимые. Громкая или тихая музыка? Громкая. Моя мама любит слушать громко музыку. И я засыпала под громкую музыку. Тихо я слушаю. Если еду в общественном транспорте и наушниках, то я просто не могу включать громко музыку. Мне кажется, у меня весь автобус слышит. Мне становится некомфортно. Куда ты идешь, когда тебе грустно? В соцсети. По-моему, это лучший вариант. Я начинаю слушать музыку. Начинаю листать ленту Инстаграма. Мне что-то может вдохновить. И сразу как-то даже грусть отпадает. И хочется что-то делать, начать что-ли. Как долго ты принимаешь душ? Это зависит от того, надо ли мне идти потом куда-нибудь. Если да, то, разумеется, быстро. Стараюсь, по крайней мере. А если вечером уже в конце дня, я такая вся устала, такая вот, вот такая. Я стараюсь как можно дольше там находиться, потому что я люблю просто стоять и греться под водичкой, под теплой. Вечером долго, утром нет. Как долго ты собираешься по утрам? Ага. Я могу собраться как за две минуты, так и за два часа, так и еще и за два дня. По-разному. Когда-нибудь дралась? И похож на человек, который может кого-то ударить. Рома, где ты там орал? Подеремся? Нет, не дралась и не собираюсь. И вообще, я боюсь с того момента, когда наступит такая жизненная ситуация, что у меня придется кого-то ударить. Я не смогу. Лучше убегу, но не ударю. Что привлекает в людях? У меня привлекает их честность. Вот, честность. И они, когда говорят тебе все в глаза, все, что думают о тебе, даже если что-то... у них есть какое-то качество, которое меня оттолкнет, то я хотя бы буду об этом сразу знать. Нежели я прообщаюсь с человеком, а потом открою для себя, что просто он мне брал за глаза. Поэтому, честность, это просто... Что мне нравится в людях? Ну, как я уже сказала, ложь, вранье, когда стараются как-то вот... Есть вот информация, они сглаживают, сглаживают. Ой, Вика, не показывай свои ногти. Есть какая-то вот информация, и человек не хочет все тебе говорить. И он начинает как-то вот ее обходить. Но не говорить правду. Вот это больше всего вымораживает в людях. Вымораживает. Размораживает. Бесит. Причина регистрации на YouTube? YouTube или YouTube? Мне кажется, сам процесс, когда ты делаешь видео, это то, во что ты вкладываешь себя полностью. Это настолько здорово. Раньше я эти 15-секундные Титас Видас в Инстаграм заливала, но сейчас тоже заливаю, разумеется. И мне это так нравилось и нравится. Музыка там, что-то происходит. И потом я поняла, что я просто не умею разговаривать на камеру. Моя стеснительность. Вот. Думаю, я ответила на вопрос, чуть не уронила светоотражатель. Я захотела кушать. Последняя прочитанная книга. Я совершила то, что не надо вообще никому совершать никогда. Прочитала 15 страниц одной книги. Оставила ее в Томске. Уехала в Ессентуки. Начала читать другую книгу. Потом ее оставила. Приехала в Томск. Пуф. Также у меня еще на телефоне книга. Я терпеть не могу электронные книги. Мне надо, чтобы на бумажном носителе была информация, была книга. Последняя прочитанная книга Лев Толстой. Детство, тротчество, юность. На самом деле я ее не дочитала. Такого никому не говорить. Пожалуйста. Книгу, которую читаешь сейчас. Мне осталось маленечко дочитать Детство, тротчество, юность. А потом я перехожу к Гостоевскому. Книга называется Идиот. А знаете почему? Место, которое хочешь посетить. Я хочу повидать весь мир. Честно, это моя вот прям самая какая-то такая мечта, которая еще и с детства, наверное, у каждого где-то живет вот здесь. Хотя бы пару часов в каждом местечке на карте мира побывать. Последний человек, с которым я разговаривала, это вы. Ну, а на самом деле, папа. Ну, еще и вы. По кому сходишь с ума? Ни по кому не сходишь с ума. Последняя спортивная игра. Аэрохоккей вообще может считаться? Спортивную игру. Или футбол, который вот так вот Крутишь, крутишь, крутишь. Нет? Нет. Последняя спортивная игра. Баскетбол. Я в юбке играла в баскетбол. В минводах. Чего бы нет. Любимая еда? Сладости. Я не могу вообще прожить без сладости. Я могу прожить без супов, без горячих блюд, без салатов. Но не могу прожить без сладкого. Я вроде бы ответила на все вопросы. Также я хочу догнуть вас. Вы можете написать мне в комментариях ответы на пять вопросов. Первое. Во что вы сейчас одеты? Второе. Ваша любимая группа. Третье. Ваша любимая песня. Можно несколько песен. Я вас в этом понимаю. Четвертое. Треть любимый. И пятое. Любимый сериал. Жду в комментариях ответы на вопросы. До скорого. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Fatality.